А! А! Засада! Это надо срочно исправить. О! 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 Выходим! Выходим! Всем хай! С вами Юджин и сегодня мы снова играем в контрабанд полиса. Что это значит? Это значит, что мы будем блюстить коррупцию и пресекать закон. Или наоборот. Мы только что проснулись в наших хоромах. Настоящий люкс апартаменты. Прямо под вывеской. Это считается элитный район. Элитнейший район Акаристана. Нашего любимого государства. За которого я горой буду стоять. Я сам буду его границ. Стоп, погодите. Надо почитать. Эмбарго на товары. Эмбарго на товары из королевства РК сегодня у нас. Никаких, в общем, товаров из королевства РК. Мы поняли. Также у нас есть подозреваемые контрабандисты. Одному возраст водителя 46 лет. А второй национальности объединенной ралли. Короче, сегодня мы, как всегда, будем дискриминировать людей. Ты готов, чувак? Максимов. Чё спишь-то, блин? Ну, давай, посмотрим. Так. Что тебе отдать? Я ничего у тебя не взял. За это ты выйдешь из машины. Дай-ка я посмотрю на тебя. Сколько тебе лет? Предъяви документы. Открыть врата, он сказал. Хрена тебе, чё открою, пока документы не покажешь. Сейчас мы всё проверим и тогда посмотрим. Опа, у него есть что-то на продаже. Давайте загоним ему. Что-то мы должны ему загнать задороже. Нет? 15? Навара ещё нет? Блин, стиральный порошок пока ещё не подорожал. Ждём. Ладно, давайте за фар. Ну, сразу, сразу, просто ты сразу не соответствуешь. У тебя и фото не такое. Ты видишь, у тебя какие усы? Горизонтальные. А нужно буквой П. У тебя не П. Хотя я сейчас это исправлю. Вот, прекрасно. Теперь давайте ещё посмотрим, везёшь ли ты с собой какую-нибудь контрабанду. Какую-нибудь мерзкую, гнусную контрабанду. Которая просто отвратительна мне. Что? Нас напали. Нет, стой, я не разрешал тебе ехать. Блин, напали внезапно. Вот это сюжетный поворот. Проклятые бандиты. Умрите. Я как крыса буду издалека стрелять из укрытия. Смотри, смотри, бежит. Скотина. Ой, ой, кто? Какого? Нет. Подохни. Подохни. Умница. Хороший преступник. Хэдшоп. До конца атаки. Три, две, один. Всё, можно не стрелять, ребят. Эканути патроны. Атаки конец. Оставшийся... А, стоп, ещё никто. Граната! Чёрт! Мне нужно оружие нормальное. Или пистолета хватит? Опа. Кто-нибудь, подкиньте патроны. Вы что, хотите, чтобы я вилами? Заколоть вилами, сволочь такую мразь контрабандскую. Есть, заколол, сломал вилу. У меня есть топор. Должен зайти с тыла. Умри! Да! Бодрое начало, однако, у нас сегодня. Ты в порядке, Максимов? М? Не спи, говорю. И ты не спи. Надо купить, надо купить новое оборудование, новые турели поставить. Что у нас по деньгам? 180 баксов. Чёрт. Блин, а как же мне с оружием-то быть? Ладно, давайте так сделаем. Проезжай. Блин, а с того чувака, я же его досмотрел. Обнаружил несостыковки. А мне денег за это не дали. Добрый день. Заткнись, у меня день плохой сегодня. Только что обстрел был. Что-то, может быть, есть у тебя? Давай продам сраный стиральный порошок. А он покупает... Что? Он продаёт вот это говно, а покупает вот это. Ну, давай. А, я понял, я понял. Я не разбираюсь в торгах, видимо. Короче, я куплю вот это. Зачем, он покупает только вот что-то вот под... Я не понимаю, как это работает. Он точно не покупает стиральный порошок. Ну, посмотрите. Мой стоит 15, а у него точно такой же стоит 24. Ты за кого меня держишь? Молись, чтобы у тебя документы были в порядке. Ну, всё, хана тебе, несоответствие. Погодите, от кого мы не пускаем людей? Королевство РК. Товары мы не пускаем из этого королевства. Также из объединённой ралли. А он откуда? Из РК. Что-нибудь везёшь с собой? Давай посмотрим. Пусто. Ну, не факт. Так, 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 так. Досмотр у нас серьёзный, понимаешь? У нас на дворе тяжёлые времена. Нас нападают повсюду. Ладно, у тебя ничего нету, но я тебя всё равно не могу пропустить, дружище, извини, пожалуйста. Иди домой. Итак, мы выпроваживаем чувака и пропускаем следующего. Это, знаете, не просто погранпост, это ещё и смотровая площадка. Вы здесь останавливаетесь и смотрите на прекрасный Користан. Посмотрите, величественный. Это называется скала предков. Там мы просто всех стариков бросаем. И они живут там. И не мешают нам. А Користан это молодое государство. Для молодых. Так, приезжие, ты не наш. Всё, этот паспорт так, как будто бы мне в рот. Надо проверять, чё у тебя. Элит. Соответствуешь. Здесь тоже соответствуешь. Да и здесь соответствуешь. Опа, у него курица. Курица. Две штуки. И багаж из... Откуда ты, кстати, королевство РК? Так, две курицы. Давайте-ка выгрузим, посмотрим. Как открыть? Угу. Здесь всё нормально. Это даже нельзя посмотреть. Неужели? А может быть можно разрезать? Так, всё в порядке. Сгрузи-ка, пожалуйста, дружище. И не спи. Итак, опись грузов соответствует. Но, извини, у нас эмбарго на товары. Поэтому досмотр завершён. Ты не пройдёшь. Пора, что ошибка. Ты видел стенд наш? Ты стенд читал? И пофиг, что там мелкий шрифт. Ты должен был читать. Вот здесь висит, что мы не пропускаем. А ещё вы согласны, что мы вас снимаем. И что выкладываем ваши фотки где захотим. Что? Отметить хотя бы одну ошибку? Ну, там не было ошибок. Или надо было нажать, что опись груза неправильная? И что? У нас тут вот регламент же. Почему? У меня 160 долларов. Я не куплю снаряжение. У тебя нет пистолета? Потому что нам отбиваться нечем. Чувак. Ахти Хиоп. Так тебя и зовут. Ужасное имя. Рожжём, полностью соответствует. И груза никакого нет. Объединённый ралли. Но сколько ему лет? Сначала посмотрим. Всё внутрь. Так. Делаем вид, что мы ничего не заметили. Какой классный салон у вас. Мне очень нравится ваша машина. Сам себе такую хочу. Честное слово. Честное слово. Оставьте меня в покое, кричит он. Вот, контрабанда найдена. Ты сядешь надолго, чувак. Погодите. Ещё и здесь. О, боже. Хана твоему салону. Всё в бабле. И тут ещё бабло. О, боже мой. Как же... Как же... Как же хреново тебе будет в тюрьме. Я тебе обещаю. Мне нужны вилы. У меня нет вил. Ладно, так. Так, тоже нормально. Что, нет свободного места? Боже мой, я твои контрабанды уже все карманы набил. Пойду на склад положу. Ну что ж, освободил. Понимаешь, у тебя тут вся машина напичкана. Ты что, охренел что ли? Просто произвол какой-то. Слушай, твои вопли не помогут. Так, так, так. Ещё здесь у нас вся машина облеплена метками. Сейчас мы будем это всё... Ох, обидно. Давай, может быть... Это поможет? Нормально. Я как форт Боярд себя чувствую. Деньги просто сыпятся сверху. Я успеваю собирать только. Опа, ещё здесь денюжки. Слушай, я до ночи тебя обследовал. Так. Вы арестованы? Вот кто тебя такому? Кто тебя такому научил? Вот гадости всякие вести. Похоже, ваша тюрьма переполнена. Вы должны отвезти заключённых в трудовой лагерь или заказать полицейский транспорт. Заказать поли... У меня нет столько денег, 160 долларов всего. Придётся самому их везти. Так, погодите. Я не буду закрывать дверь. Обещайте, что не выйдете. У нас переполнена тюрьма. Чувак, подожди. Сначала мне нужно отвезти заключённых, поэтому жди. Опа, патроны для пистолета. Прекрасно. И лопата. Что это такое? Оружие. Как же всё это нужно? Это нужно теперь всё отвезти каким-то образом. Так, друзья, ну-ка. Полицейскую машину. Полицейскую машину. А ты? Ты и так настрадался. У тебя такое мерзкое имя. Можешь идти. Я отпустил контрабандиста на свободу. И у меня теперь 260 долларов? Я заработал за это? Погодите, ждите на границе. Я должен отвезти заключённых сначала. Это самая важная, это приоритетная задача. Вот, в машину нужно всё скинуть. А-а-а. Блин, мне нужно всё к себе загрузить. А потом уже... Уже потом, боже мой. Почему я должен грузить? Почему? Я вообще-то самый главный здесь. Боже мой, даже места уже нет в автомобиле. Ладно, мы сейчас себе в карманы напихаем. Но не для того, чтобы украсть это себе. Хотя это было бы очень кайфово. А тут есть какая-нибудь точка, где мы можем сбыть оставшиеся? Лиса, не знаю, нету, кажется. Ждите, ждите, пока вас вызовут. Ясно? Ждите, пока лампочка загорится. Ну чё, подонки, готовы ехать? Эх, заводи мотор. Погнали. Так, надо фару включить. Что, товарищ? Возвращайтесь к работе, люди ждут. Блин. Я не могу ехать, пока там ещё на границе стоят. Извините, подождите вы теперь. Давай, проезжай. Начальство приказало тебя сейчас принять. Ты, видимо, какая-то важная шишка. Кто у нас? Возраст водителя 46 лет осталось. Ну это, походу, ты. Давай, доки. Значит, королевство РК. Я уже не могу впускать его. Во-первых, он ещё... У него ещё и имя не соответствует. Ему, получается, 43 года. Хм. То есть ты можешь быть потенциально контрабандистом. Только вышел под жопу. Ничего не спрятал? Нет, не спрятал. В бардачке нет ничего. Окей. Ладно, давайте смотреть. Всё, разгружаем отсюда. Так, не бубни там мне под ухо. Всё отметили. 170 долларов с меня списали. Содержание построек. Почему я содержу? Почему не Максимов? Максимов! Чё ты там считаешь овец? Ну, козявку, кажется, просто решил выкинуть. Делать вид сейчас, что работает. Значит, тюк сена. 9 штук. Да. И 3 ящика с лекарствами. Но правда ли это лекарство? Это лекарство. Блин. Это всё лекарство. Как тюк сена. У меня нет вил, чтобы тюк сена. Ладно. Короче, давайте так сделаем. Отчёт о досмотре. Опись. Тоже говно. А, правила въезда. Вот, что нужно отметить. Вернись в машину. Максимов, хрена сидишь? А ну, загрузи все обратно. К сожалению. Но вам запрещен въезд. О, на, я не топот. Сатана. Хелвете. О, чё, он дымится слишком сильно. Отлично. Стоп боксов. Меня повысили. Награды за досмотры увеличены. Теперь вы должны позвонить Владу, чтобы он приехал с инструментами. А, инструменты какие-то. Влад какой-то. А где ему звонить? К мне, это же телефона. А, вот телефон. Так, вызовите снабжение. Вызовите полицейский транспорт. У нас недостаточно денег. Да нет у меня денег, чтобы это сделать. Что ты от меня хочешь? Я сам к Владу поеду. Ну шо, ребята. Теперь мы готовы ехать. Пару включить. Погнали. Покидание поста. Путешествуя по Крестану, остерегайтесь вражеских отрядов банды. Ооо. Можно убежать или сразиться. Ясно. Итак, друзья, я везу вас в трудовой лагерь. Это направо. Но, вы же гости в нашей стране, поэтому я хочу показать вам ее красоты. Считайте, это экскурсия бесплатная. Ооо. Ааа. Засада. Валим отсюда. Или же. Смотрите, как доблестные сотрудники пограничной службы Акаристана сражаются за свою территорию. Это тоже часть экскурсии. Подо... Блин. Да е-мое. Я не могу попасть по вам. Можете не дрыгаться так сильно. Вот, один готов. Ура. Одного уб... Не убил? Я убил тебя или нет? Возможно, он дохлый уже. Непонятно. Так, я уже весь в крови. И дверь вышибли мне. Все, экскурсия окончена. Надеюсь, вам понравилась наша экскурсия. Сейчас мы пребываем в состоянии шока. Посттравматический синдром. Так, их перестрелка была очень брутальная. Я задавил несколько человек. Их кровь все еще на моем капоте. Ааа. Так, Скубиду, какого хрена? Езжай аккуратней. Вот, смотрите, там череп. Потому что там трупы, которых я оставил. Слушайте, ну это не пойдет так. Где моя сирена? Все, чтобы все уступали дорогу. Чтобы уступить, он врезался просто в дерево. Вот такие вот у нас граждане. Все ради полиции. Все, чтобы помочь правосудию свершиться. Халявную рабочую силу везу, ребят. Открывайте, спасибо. Привет, здоров. Смотри, какие сидят, а. Видишь? Просто жаждут поработать немножко. Добыть нам немного руды. 200 шатбоксов. Слушайте, а теперь можно не ехать к Владу. Надо вызвать снабжение. Надеюсь, ребятам понравилась экскурсия. Они увидели самую главную достопримечательность. Это развалины, конечно же. И бревна, и вот этот знак, и беседку. И несмотря на то, что день уже почти закончился, я ощущаю незавершенность. Незавершенность жизни этих бандитов. Это надо срочно исправить. Выходим, выходим. В итоге я свою жизнь завершил. Ты умер, блин. О, нет, мне заново тащить этих ребят туда. Я убью их, я убью их. Опа, теперь их здесь нету. Они всегда рандомно спаунятся. Стоп, вон они. Хреновая засада была. Я просто проехал, даже не заметил вас. Пока музыка не начала играть. О, хохохо-хо-хо. Вот это я хорошо проехался. Задавлюсь, гадов. На. Знаешь что? Я выйду просто. И застрелю тебя. Захедшотил, тварь. Все в порядке, друзья. Я просто делаю свою работу. Забирай их. Пятьсот двадцать баксов. Теперь возвращаемся домой. А ну в сторону. Какого хрена ты в сторону не пошел? Ты что, хочешь быть арестованным? Блин. Какого хрена? Сволочь такая. Ну тогда если оно здесь, с этой стороны. Какой он дерзкий. Он знает свои права. Я его зауважал. Тогда я сам отъеду в сторону. Блин, жалко, что среди случайных проезжающих нельзя найти какого-нибудь преступника. Окей, мы здесь. Товарищ, надеюсь, что все удалось решить. Да, все было. Окей, а нет, еще нам нужно позвонить Владу. Так, Владушка, Владосик, Владулишечка. Вызовите снабжение. Вызываю. Так. Опа, инструменты уже ждут. Какая быстрая доставка. Стоп. Я что, должен теперь купить их еще у тебя? Блин, у меня инвентарь полон. Я, кстати, забыл же на склад сгонять, сдать. Отдел полиции. Нам нужно в отдел полиции ехать. Ох, как долгая ночь. Жди нас здесь, Влад. Опа, засада. Нет у меня времени на вас, друзья. Нет, уже светает. Ночь не спал. Глаза красные. Запускай меня. А, позорился. С дороги, с дороги, с дороги. Что там? Можно тебе сдать все? Да, отлично. Но это еще не все. А, я все сдал? Ого, 681 доллар у меня в кармане. Так, выезжаем. Осторожней. Вы убили полицейского. Минус 500. Я никого не убивал. Он сзади стоял? Черт. Боже, снова этих олохов везти. Я устал. Опа, смотри, там ребята прям пашут. А я могу убить их? Убийца. Но это не гейм овер. Потому что они злодеи. Да они здесь злодеи, а не я. Это все было чисто ради эксперимента. Я должен был знать, что можно в этой игре, что нельзя. Я настоящий человек закона. Я должен знать свои рамки. Он все равно был приговорен к казни. Так, меня тут засада ждет сейчас. Умрете сегодня, умраху. Давай, разгоняйся. Ну, почему ты не вздыхаешь? Я тебя закатаю в асфальт, ублюдок. Смерть. Никакой смерти. Ладно, сейчас мы с вами по-другому поговорим. Языком оружия. Ой, кровище из меня прям мясо пошло. Воу-воу. Хедшот. 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 Так просто. Ну-ка. Так. Можно тянуть тело. О, классно. А, тут чуть-чуть можно тянуть тело, к сожалению. Хорошо, обыскать водочка. Блин, ну у меня нет места. Нет, 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 не трогай меня, Евгений. Заткнись. Что у тебя? Пачка сигарет. Кстати, они хорошо ценятся. Заберем. Да и водку заберем, я думаю. Патроны для ружья. Это важно, это важно. Ладно, вместо водки я возьму патроны для ружья. Но у меня нет ружья. Ой, блин. Здесь в итоге и то, и то не взял. Ладно, есть зато пачка сигарет. А значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. Опять засады, да отвалите от меня. Сейчас, давайте сначала разгружу свои карманы, а потом приду к вам, окей? Оп, красиво заехал, красиво. Ба, чел на скамейке сидел, вот почему он сдох. Я ли виноват в этом, или это просто судьба? Все, теперь аккуратно выезжаем. Очень аккуратно, очень аккуратно. О, нет! Ага, не ссо, я тебя просто пугаю. Так, пойду сражаться с ребятами. В войнушку буду играть. Будем делать вид, что стреляем палками, а потом полчаса спорить, кто кого убил первый. Денег, 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 вижу. О, ну так, блокируем машиной. Блокируем. Выходим, прячемся за ней. Где? Расстрел, понятно? О, нет! Моя машина. Минус 250 долларов, вы меня кинули! Спасибо, мужик, что закрыл меня своей коровой. Вы меня кинули на деньги, на 250, гопники. Ой, перезарядка, перезарядка! Стрейф, стрейф, стрейф. Оп, подох. Всего 700 я выручил с этого, тварь. Ладно, забираем. А что мне теперь пешком домой идти? Мужик, подвези, стой! Что вы делаете? Он хочет развернуть. Давайте посмотрим, как у него это получится. Почти. Давай назад, чуть подальше назад дай. Так, хорошо. Ты сможешь? О, какой красавчик! Аккуратно. Умница, он смог это сделать. Блин, мне надо было сесть к нему в кузов, чтобы он меня подвез. Значит, сколько мне... О, боже мой, как долго мне идти. И такси не заказать. У нас пока еще не изобрели такси в нашем Великом Акористане. Тихо, 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 тихо. Можно? Подвези. Автостопом. Поехали. Есть! Мы едем. Он прям на погранпост нас везет. Здесь я выхожу. Спасибо, отец. Это был мой папа. Слушай, не спрашивай... Не спрашивай, куда делась машина. Товарищ, надеюсь, что все удалось решить. Да. Так, а сколько будет стоить еще одна машина новая? 1200. Надо копить. Надо накопить обязательно. Давайте пока не будем звать Влада. В принципе, все инструменты необходимые у нас есть. Есть нож, есть лом. Оказывается, все это было у нас в инвентаре все это время. Че у нас? Какая задача? Спать лечь, наверное. Просто пять минут поспал. Вставайте. Впереди еще один насыщенный день на границе. У нас письмо. Ах, ты коммунистическая мразь. Видимо, это любовное письмо. Из-за вас моя семья едва не погибла, когда бандиты узнали, что я не верну деньги вовремя. Они подожгли наш дом и убили собаку. Я просил так мало, но, конечно, вы должны соблюдать эти бездушные правила. Надеюсь, когда-нибудь вас постигнет та же участь. Хорошо. И ложная помощь. Пресечна контрабанда оружия. Ура. Я считаю, что это моя заслуга. Че теперь делаем? О, вот. Первый посетитель. Нашим Акористан Авто. Заходите. Что желаете? Нож, вилы, лом. Пулю в лоб. Опа, у нас должны быть новые ориентиры, наверное. Нет, контрабандист, 46 лет, все еще то же самое. Ну-ка, давай документики. Игдал. Соответствуешь. Многие годы помогал. Заткнись, замолчи, я тебя не слушаю, я работаю. Так, все соответствует. Мы сейчас проверим, только быстренько. Я уже никому не доверяю в этом мире. Все, кто чужаки, все ведут себя очень плохо. Вечно провозят, воюют. У него нет ничего нелегального. Говорит он. Слушайте, он хороший, хороший парень. Сразу видно. Историю мне интересную рассказал. Давай, проезжай, дружище. Добро пожаловать в Акористан. Езжай с богом. Машина. У нас новая машина. Откуда взялась машина? Я ее не заказывал. Видимо, новую из гаража вытащили. Итак, предъяви документы. Мой Шурин был водителем в Белом Голубе. Я не верю, что такие великодушные люди могли поддерживать бандитов. Это чушь какая-то. Согласен, согласен со всем, что ты сказал. Только я тебя особо не слушал. Итак, он из Ирке едет. У него нету никакой описи. И фотка идеально подходит. Слушай, ну, я даже тебя не буду смотреть дальше. Просто проезжай. Я поверю тебе. Добрый человек. Хорошего тебе дня. Идеальный досмотр. Сегодня должен скрести. Там еще три машины. Хочешь себе новую машину. Такую красивую. Вот это да. Здоров. Что с твоим стеклом? Ты сразу выглядишь подозрительным. Честно скажу. Итак, у него холодильник. Зовут его Рафик Курбанов. Это верно. Соответствует. Соответствует. Но он из Иркей. Так, давайте разгрузим холодильник. Я должен его изучить как следует. Окей. Все нормально. Все окей в королевстве Иркей. Загрузи, пожалуйста. Короче, все отлично, кроме правил въезда. Поэтому досмотр завершен. Въезд запрещен. Мы еще поквитаемся. Что? Грубиян. Ну и пошел отсюда. Никогда больше не приезжай. Обоснованный отказ. Сто баксов. Еще немножко. Но с чего у вас всех окна разбиты? Ими не соответствуют. Я даже с тобой церемониться не буду. Просто вали отсюда. Следующий. Здоров. Ну у тебя, по крайней мере, стекла не разбиты. Давай, доки, смотрим. Что там у тебя есть? Так, песок. Песка нам привез. Ну песка это, видимо, на скалу предков тебе. Так, еще у нас есть вот это. Соответствует. Все соответствует пока что. Ему 38 лет, он не подходит под это описание. Что? Разгружаем песок, что ли? Или берем лопату? Сейчас мы вскопаем это говно. Не, все нормально, все нормально. Это действительно песок. Куда я его закопал? Блин. Куда я его выкопал? Куда я его... Где песок? Погодите. Он из-за користана. Это наш чувак. Прости, пожалуйста. Тебе придется заново сгонять и взять песок. Блин, я теперь не могу, получается, в описи указать ничего. Песок есть. Ну ладно, въезжай. До свидания. Вернулся просто с пустыми руками. Я тут машину поставил. Не знаю даже, как ты будешь теперь. Ну ладно, я пойду своими делами заниматься. Неправильный досмотр. Этого водителя нужно развернуть. Почему? Я поехал за ним. Стой! Стой! Стой, я сказал! Тебя нужно развернуть обязательно, мужик. Я не понял, что я сделал неправильно. Так, выходи. Выходи, я сказал! Выходи быстро! Я знаю, как это бывает. Раньше я сам много путешествовал с автостопом. С вилами, наверное, да? Вот так. Его нужно было развернуть. У меня не было выбора. Вы ничего не видели, сэр. Ладно, так, все в порядке было. Да, я просто... Ну, я поговорил с ним. Все нормально. Он сейчас уедет. Он уже уехал. Вы не заметили просто. А что нам теперь делать-то надо? Следующий? Или, походу, это на сегодня все? Видимо, так. Тогда спать. Итак, очень много нарушений. Накопление 391 доллар. Черт! Получите новые приказы. В офисе ночью почему-то. Мне нравится это. Важный телефонный звонок посреди ночи. Это не может быть хорошо. Командир! Нам удалось выйти на след этого предателя Гаврилова. Сейчас он находится в магазине у Влада. Немедленно поезжайте туда и следите за ним. Он может вывести нас на укрытие повстанцев. Укрытие предателя. Едем в магазин Влада. В гражданской машине! Вот это прикольно. Желаем мне удачи. Ух! Так, второй поворот налево, и мы будем сразу у Влада. Странно, ни одной машины вокруг. Очень подозрительно. Выключаем фары. Следите за Гавриловым. Слежу. Вон он, Гаврилов идет. Тварь такая. Предатель. Он тронулся. Соблюдаем дистанцию. Куда он направляется? Пока неизвестно. Хочется напасть прямо сейчас. Опа, он становится подозрительным. Назад. Все, он перестал быть подозрительным. Слишком далеко цель. Быстрее. Фух. Пассать остановился. Пассать. Назад. Хорошо, цель слишком далеко. Да господи. Недалеко он. Подозрительный. То далеко, то подозрительный. Стоп, стоим. Да недалеко ты, урод. Выходим. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Он понятия не имеет, что я слежу. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Все нормально. Нет. Все нормально. Окей. Продолжаем слежение. Ты у меня на мушке, Влад. Твоя полулысая башка у меня на мушке. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Опасно. Он смотрит по сторонам. Оп. Через забор. Ты можешь прыгать, блин, нормально. Без этих. Давай как спортсмен. Тихо. Вот так. Все, пошел дальше. Где же мы? Фиг знает где. Ага. Старая хижина. Хорошо, он заходит внутрь. Повторяю, он заходит внутрь. Орел в гнезде. Что мне теперь делать? Что мне делать? Окажите сопротивление Гаврилову. В смысле, убить его? Товарищ, смелее. Входите, я не вооружен. А, нифига себе. Окей. Хочешь поиграть, да, в игру? Это было очень тупо. Тут же сдох. Вот чего стоил Гаврилов. Аккуратно преследуем Гаврилова. Так, чтобы он не заподозрил ничего. Мы аккуратно спрятались в кустах. Он не подозревает. Я сама скрытность. Очень аккуратно. Очень аккуратно. Давайте заезжаем за ним. Идеально проследили. Окей, давайте поговорим с ним на этот раз по-нормальному. Хочешь, чтобы я что, поговорил с тобой, да? Давайте. Я знаю, что вы здесь недолго и не знаете всей правды. Этот тиран Акаров избавляется от всех, кто стремится к свободе и демократии. Лидер оппозиции Михаил Гарин едва выжил после того, как его пытались отравить. Созданный им кровавый кулак сделает все, чтобы остановить эту преступную систему. Вы можете продолжать выполнять приказы коммунистов. Или присоединиться к нам и спасти эту несчастную страну. Как я могу ему верить? Я же погрязну в этом, в этой преступности. Нет. У меня свои правила. У меня свой стиль, понимаете? Вы не понимаете в том-то и дело. Арестую я тебя просто. В этом был твой дебильный план. Хорошо, Гаврил знает, что его ждет, но не сопротивлялся аресту. Короче, мы его пинали, пинали, пинали и пинали. 400 баксов! У-у-у-у-у! Это то, ради чего я сражаюсь. Ради пары сотен бачей. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин. Мне очень было приятно сегодня поиграть. Было весело. Надеюсь, вам тоже понравилось. Если так, то поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про мой бустер, если хотите поддержать мой канал дополнительно. Это не обязательно, но приятно. Очень приятно. Вы не представляете, как приятно. Короче, всем спасибо. Увидимся очень скоро. С вами был Юджин. И всем пя-ть! Субтитры сделал DimaTorzok